Литва запускает информационную кампанию по подготовке жителей к чрезвычайным ситуациям. Концертные залы и танцевальные студии школы искусств имени Чурлёниса сейчас полны студентов. Однако в случае стихийного бедствия или техногенной катастрофы эти залы станут убежищами. В качестве здания коллективной безопасности мы можем временно принять около двух тысяч человек. Если говорить о помещении для серьёзной защиты населения или убежище, то мы можем разместить здесь около 180-200 человек. Подготовка укрытий – только часть мероприятий, касающихся вопроса гражданской защиты и безопасности. По данным МВД Литвы, готовность жителей к чрезвычайным ситуациям недостаточно. Половина жителей Литвы в курсе того, как действовать в случае чрезвычайной ситуации. Но если копнуть глубже, то только 9% граждан точно понимают, как необходимо поступать, а 41% думают, что знают, как себя вести. Опрос, проведённый по заказу МВД, показывает, что только 18% населения имеет тревожный чемоданчик, а 15% обсудили с родственниками план действий в случае стихийного бедствия. По словам главы МВД, в последние десятилетия вопросам гражданской безопасности не уделялось должного внимания, в то время как проблемы нарастают. Пандемия коронавируса, нелегальная миграция, война России против Украины, соседство с Белоруссией, что даёт некую непредсказуемость, и Островецкая АЭС, расположенная недалеко от Вильнюса. Вот вызовы, с которыми нам приходится сталкиваться один за другим. Министерство модернизировало главную информационную страницу и системы оповещения, а также дополнительно обозначило на карте убежище. Особое внимание будет уделено потенциальным угрозам, исходящим от Островецкой АЭС. На подготовку к возможной аварии правительство в ближайшие пять лет намерено выделить 91 миллион евро.